В честь Федота Алексеевича Клокачёва в нашем городе назван Западный берег артиллерийской бухты. Набережная носит имя первого командующего Черноморским флотом с 2000 года. А в 2001-м здесь появился памятный знак – проект архитектора Адольфа Львовича Шефера. Я поднял все материалы, которые можно было, посмотрел место. Меня очень заинтересовала эта задача – восславить память первого флотоводца, который вошел в бухту. Рядом с памятным знаком Федоту Клокачёву – памятник вице-адмиралу Владимиру Алексеевичу Корнилову. Однако архитектурный ансамбль рассмотреть сложно. Его скрывают современные постройки. И получилась такая композиция двойная. К сожалению, эти новые новостройки между ними портят весь ансамбль и, собственно, принижают эти памятники. В день рождения Федота Клокачёва цветы к памятному знаку возложили члены военно-научного общества Черноморского флота, Севастопольского морского собрания и ветераны. Благодаря флотскому историку, кандидату исторических наук Владимиру Симоненко, была проведена огромная исследовательская работа в отношении изучения биографии флотоводца. Он установил точно и даты рождения, и вехи его жизни. Но, несмотря на это, в различных источниках и даты до сих пор упоминаются разные, и вплоть до того, что в несколько лет возраст его оценивается. На самом деле, он родился именно 285 лет назад. О жизни, службе и славных делах флотоводца мало что известно современникам. Его изображение не сохранилось. Эта картина – единственный портрет вице-адмирала, написанный уже в 20 веке. Автор – севастопольский художник-баталист Виктор Карпович Коваленко. Облик Федота Клокачёва восстановлен по документальным источникам. На основе портрета заслуженный художник Украинской Советско-Социалистической Республики Станислав Чиж изготовил памятную доску, которую установили на здании штаба Черноморского флота. Все вместе в едином строю вернули из обвения имя нашего командующего. Все должны об этом прекрасно помнить. А этот день чтить. Умер он 7 ноября 1783 года. И мы, военно-научное общество, уже не в первый раз собираемся здесь. Проводим памятную церемонию. И в день рождения, ну, железное – это в юбилейные годы, и в день его, в общем-то, кончины. Кроме набережной именем Федота Алексеевича Клокачёва, в Севастополе названа небольшая улица в частном секторе, расположенная на корабельной стороне в районе улицы Горпищенко. Екатерина Коломеец, Анатолий Паньков, Юрий Реутин, Севинформбюро.